Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной выпуск интервью с блогером. И у нас тут блогер на экране. Как зовут блогеры? Меня зовут Родион, я из города Чикаго. Так, у нас что-то чикагских много в последнее время. Ну, из города Чикаго вы в последнее время, а так, оригинали, вы откуда? Сам родом из Казани, приехал в Чикаго в январе 2015 года. То есть здесь, получается, меньше полугода. Новенький. Так, подождите, а приехали вы как? Приехал я по грин-карте, выиграл с первого раза. Приехал отсюда без родителей, без кого-то. Так лет вам сколько? Мне 24 года. Хорошо, то есть, наверное, вы какой-нибудь институт закончили, нет? Да, закончил Казанский государственный университет. Так. По связям с общественностью, перед этим учился два года на IT. Это что, специальность такая по связям с общественностью? Да, да, специальность такая. А общественность это кто? Это public relations. Ммм, это... То есть, ну хорошо, ладно. Не будем шутить на эту тему. Значит, итак, а вы поработали по связям с общественностью? Да, я работал в рекламной индустрии чуть больше трех лет. Был ивент-менеджером. То есть, разрабатывал мероприятия, организовал мероприятия, открытие заводов, торговых центрах и так далее. Именно в России. Но там угощают так, когда все это так... Закусон какой-нибудь есть там? Ну, если только после окончания мероприятия. Ну, чтобы не сорвали. Понятно, понятно. Хорошо. Так в лотерею вы играли, выиграли, приехали. Чем занимаетесь в Чикаго? Ну, сначала я планировал сюда приехать и работать веб-дизайнером. То есть, начал учиться. Там где-то 2-3 месяца обучению уделил. Это в Казани еще? Это еще в Казани, да, начал учиться. Ну, вот так самостоятельно. Приехал сюда, разместил резюме. На различных сайтах, на CareerBuilder, на Craiglist откликался со своим портфолио дизайнерским. Но тут очень рынок большой. И конкуренция тоже, соответственно, большая среди веб-дизайнеров. И вот как-то у меня портфолио было, то есть, слабо всего 2-3 месяца. Там какие-то свои небольшие наработки. И как-то не пошло с этим. Вот решил все-таки переквалифицироваться больше в IT-индустрии. Вот в сферу тестировщика, вот, Software Quality Assurance. Так, я пытаюсь сообразить. Английский вы где учили? Английский я в Казани учил с репетитором где-то месяца, наверное, 2, то есть не больше. Всего? Да. И вот с этим приехали? Да, в школе я учил французский. В университете там несколько месяцев английского и потом опять французский. Так и как же вы с этим багажом выживаете? Или вы подхватили? То есть, приехал, освоился, то есть, смотрел сериал на английском языке. Передать показания. Как-то помогло. Ну, хорошо. Итак, я пытаюсь восстановить цепочку временную. Значит, вы приехали. Пару месяцев пытались себя найти в качестве веб-дизайнера. Потом как-то вы поняли, что не очень получается. У вас интервью были или просто вообще темнота какая-то? Ни ответа, ни привета. У меня интервью было face-to-face, одно интервью. И постоянно скрининги по телефону, фон-интервью тоже. В ближайшее время было интервью. Ну, процесс идет, процесс запущен. Но сейчас вы переключились на тестеры? Да, на тестеры. А я имею в виду, как веб-дизайнер. Вам было какое-то внимание? Как веб-дизайнер? Да. Мне предлагали part-time job именно в одной веб-студии. И там им больше нужен был веб-дизайнер, как-то на аутсорс, можно сказать. То есть, там были некоторые мелкие задачи, к примеру, за которые давали 50 долларов. И этих задач было, не знаю, 2-3 задачи в неделю. То есть, это несерьезно. Нет, немного нет. Ну, хорошо. В какой момент вы, как давно вы в тестерах переключились? Я прилетел, и вот 24 февраля первый урок у меня был. Online Class. Это вы у нас учитесь или нет? Да, да. Итак, у нас была группа 24 февраля, которая началась. Это вы в этой группе? Да, именно в этой. Значит, подождите. Это группа 24 февраля. Она вот, ну, можно сказать, закончилась там пару дней назад, да? Да. Значит, в каком вы состоянии с точки зрения того, что вот вы предмет освоили? Понятен предмет? Предмет, да, абсолютно понятен. Но сейчас делаю уклон больше в manual testing. То есть, automation как-то особо не притрагиваюсь. Хочу быть больше экспертом manual. Но рынок говорит о том, что следует учить automation и... Ну, на следующем этапе. Вы сначала работу найдите. Пусть хотя бы за manual вам денежку платят. Ну да. А потом дальше. А вот такой вопрос. Там были ребята в вашей группе, которые, смотришь там, мы всего-то проучились ничего там, я не помню, полкурса. И вдруг раз они там и уже на работу, это как-то на вас мотивировало? Да, это мотивирует, конечно же, охота побыстрее найти работу. Но получается так, что разрываешься между своей работой, на которой я работаю сейчас, и обучением, и надо еще в это время искать работу. То есть, принимаешь звонки на работе, там... Секреты какие-то выходят. Вы первый раз сейчас упомянули, что вы где-то работаете. Вы где работаете? Я на валет-паркинге работаю. То есть, это такая работа. Машины перегоняете? Да, да, да. Хорошо. Значит, вы на маркете как давно? Так, чтобы повесить резюме уже. Где-то недели три, наверное. Ага. Недели три. То есть, у вас, судя по тому, что вы до этого сказали, какая-то реакция есть на вас. То есть, звонят, что-то спрашивают. Да, да, да. И? У вас ощущение какое-то есть, что с каждым следующим разговором вы куда-то дальше движетесь? Да, потому что уже сначала я абсолютно боялся выкладывать свое резюме на маркет. И потому что у меня английский, то есть, далеко не совершенный. Я просто боялся звонков. У меня была некая боязнь. Я потом решил, почему бы и нет, лучше попробовать и лучше сделать, чем не сделать. Выложил свое резюме, начались звонки. И как-то уже спокойно начал к ним относиться, уже принимать. И вопрос уже одни и те же рекрутеры задают. И если звонит HR, такой то есть, попадается. Тоже, в принципе, одни и уже как-то привыкаешь к этим вопросам. И уже легко абсолютно ведешь разговор с рекрутером. Да, на самом деле, независимо от страхов, которые естественное дело, когда что-то новенькое для себя делаешь, надо просто делать. Вот глаза боятся, а руки делают. И когда руки делают, постихоньку глаза перестают бояться. Ты говоришь, господи, а что там вообще делать? Вам как часто говорят, посылаю твое резюме в такую-то компанию? Рекрутер именно или кто? Рекрутер, да. С какой частотой? Ну, там раз в день, три раза в день, десять раз в неделю. У меня вообще был опыт общения с где-то тремя рекрутерами. Один отправил меня в две компании, у меня как раз было фон-интервью. От остальных двух какой-то реакции не было. То есть, один меня пригласил в офис, говорит, вот, все нормально, мы будем отправлять твое резюме. И если ты увидишь какую-то вакансию, например, отправляй нам, мы посмотрим, кого мы там знаем в этой компании, и отправим напрямую. Но даже как-то скопа-то выхлопа не было. Но вы сходили к ним поговорить. Да. Это опыт, это хороший опыт. Я хочу сказать, что если вы только начинаете, то всякие разговоры вам на пользу. Поэтому, если рекрутер хочет поговорить, конечно, сходите. Почему же нет? Ну, что же, ладно. А вот ваше блоганье, оно в чем выражается, расскажите. Вы как давно стали блогером? Я как приехал, сразу начал снимать, перед вылетом я понял, что хочу рассказать русским, русскоязычным именно, не только русским, про Чикаго. Но именно с другой точки зрения, про настоящий Чикаго. Не как это все изображается на картинках, вот эти все небоскребы, какие-то там памятники, мероприятия. Но также есть идея показать с другой стороны, как вот происходит обычная жизнь. И в планах съездить в абсолютно разные части Чикаго. Там West Side, South Side, North Side. Сравнить, с чем же отличаются эти районы, какие там жители, какие у них привычки, чем они обычно занимаются. Хорошо. Так вы сколько уже сняли-то? Снял, ну где-то видео 20, может быть, есть. Хорошо. Так подписчики есть у вас? Да, есть подписчики. Сколько? Где-то тысяча с чем-то. О, слушайте, это вы очень успешный. Во-первых, за относительно небольшое время. Всего 20 видео. И это очень прилично, тысяча с чем-то. А вы как-то свои видео продвигаете? То есть, вы там ключевыми словами кодируете? Или вы просто так сделал, повесил, как вы их? Вы стараетесь, чтобы как-то оно выходило получше в поиске? Да, я читал книжку про оптимизацию. Но мне больше помогло общение с другим блогером. Я, то есть, также подписан на блогеров, которые рассказывают про США. И смотрю их по нескольку лет. То есть, кого-то там 2-3 года, кого-то больше. И пытался как-то пообщаться с кем-то. Пообщался с Денисом Хмелевым из Лос-Анджелеса. И он мне помог продвинуться. То есть, как-то канал. Он рассказал, что есть такой канал, как у меня. И вот люди заинтересовались моим каналом и стали смотреть меня. А, то есть, он про вас рассказал, и от него пришли подписчики. А, ну, то есть, мы сейчас, можно сказать, в том же направлении движемся. То есть, где-то про вас рассказали, я понял. То есть, они не просто так вас нашли в поиске, а кто-то вас посоветовал, и к вам какой-то народ подошел. Ну, еще я делал какие-то обучающие видео, например, как получить права в Чикаго, про штат Иллиной. Выложил в группу ВКонтакте, там, русский, по-моему, в Чикаго. То есть, там часто задавали вопросы, как вообще получить права, куда надо съездить и так далее. Я вот записал короткую такую инструкцию, как это все делается. То есть, на социальном опыте все это прошло. Получил права очень быстро, то есть, намного проще, чем в России. И рассказал про это, и люди тоже начали интересоваться и подписываться. Подождите, а что в Казани права получить? Это не то, что недостаточно экзамен сдать на вождение, на теорию? Ну, достаточно, просто это все происходит сложнее. То есть, например, если сравнить здесь инструктора, который успокаивает тебя, говорит, не волнуйся, мы сейчас поедем, например, направо-налево, там будет светофор, там будь осторожней, то есть, не гоняй и так далее. Вот тут припаркуешься, тут там нельзя. А в России, например, резко говорят, остановись. Там знак, к примеру, был за 2 километра до этого, там останавливаться нельзя, и ты по этой опытности остановился. И, получается, не сдал. И приходится сдавать там, кто-то по 5 раз сдает. Я понял, я понял. Я думаю, по-моему, я со второго раза когда-то сдал. А я и в Америке со второго раза сдал, уже с опытом вождения. Из-за опыта вождения со второго. Потому что, как-то, что-то я проскакивал какие-то вещи, которые новичок, как бы, обращает внимание. А когда-то уже поездил, ты как-то, как-то, вот. И меня на этом остановили. Да. Ну что же, хорошо. Так работа вот этим на валет-паркинге, да? Она вам дает достаточно денежки, чтобы жить можно было? Как вы финансово справляетесь? Ну, для одного это, да, достаточно. То есть, я трачу деньги, там, на аренду, к примеру. То есть, арендую только комнату, я не снимаю квартиру. Я же один трачу деньги на связь, на еду, на какие-то развлечения. Еще могу откладывать, как бы, с этих денег. А я работаю 3 дня в неделю всего. Слушайте, а вот комнатка, где вы сейчас сидите, это вот вы ориендуете. Значит, по чем вещь? 550 долларов, аренд-комнаты, плюс биллс, 15 долларов. И все? И все, да. Вода, электричество, все там, 15 долларов. Все включено, да. Немного, такая просторная комната, судя по всему, да? Там балкончик у вас нет, что там светится что-то? Нет, там просто у нас панорамные окна здесь. А, окей, хорошо. То есть, вы в приличном месте живете? Там не черный район там. Ну, как прилично? Тут 15 минут до станции Рузвелта, это вот где даунтал начинается, с Саус Луп в Чикаго. То есть, автобус находится прямо вот, выходишь с территории вот этого вот дома и сразу автобусная остановка, две даже. То есть, и он не опасный, тут живут в основном студенты. Ну, то, что автобус под окном, это плюс или минус, я не понял. То есть, то, что транспорт, это удобно. Он не шумит под окном? Нет, не шумит, он работает до 12, его абсолютно не слышно. То есть, это не как метро, которое там включить постоянно где-то под окном. Автобуса вообще не слышно. Вот вы, когда поехали из Казани в Америку, вы смотрели блогеров уже до этого, я понял. То есть, вы нас давно смотрите? Я вот смотрю где-то с 13-го года, наверное, может с 13-го. То есть, вы ветеран, можно сказать, канала «Силиконвал» и «Войс». Хорошо. Значит, что-то было в вашей вот этой поездке такое, что вы, при том, что смотрели блогеров, когда попали на место, сказали «Йо-моё, что же вот никто об этом не сказал? Вот же вот проблема, вот проблема, вот проблема». И никто не сказал. Ну да, были такие вещи, к примеру, то, что снять квартиру достаточно сложно, то есть, надо искать заранее. Если ты, к примеру, только приехал в Америку, у тебя нет ни social security первое время, ни кредитная история, это будет очень сложно. Ладно, мне повезло, то, что я нашел как бы комнату, я просто зашел на Craigslist и нашел студента, который без каких-то документов просто мне сдал комнату. А если же искать квартиру, я думаю, это будет сложнее. То есть, без какой-то кредитной истории. Придется жить в первое время либо там в отеле, либо в каких-то не очень хороших условиях, где не будет никакого бэкграунд-чека, то есть, никакого-то там проверки кредитной истории вот этой вот. То есть, в первое время... Мое наблюдение такое, что они просто хотят побольше депазит. То есть, скажем, если вы с кредитной историей, со всеми делами, с вас возьмут, там, не знаю, 500 долларов. А так вам скажут, знаешь, что давай-ка вот за месяц там заплати лишнего или там еще что-нибудь. То есть, это может стоить лишних пару тысяч при съеме квартиры, которые надо положить вот на стол. Но никто же на улице не живет, все люди снимают. Да, конечно, проблема иметь лишних пару тысяч, это безусловно. То есть, не у каждого есть лишних пару тысяч, но решается. Решается. Они все равно проверяют, но просто вы можете сказать, ну, нету. Они говорят, ну, тогда вот. Они говорят, если это менеджер, да, то он говорит, значит, в этом случае тогда вот так вот, тогда там столько-то вперед. Значит, это как бы обычное дело, на самом деле. Хорошо, то есть, вам досталось со съемом квартиры дальше. Ну, потом оформлялся документы, возникали какие-то трудности с оформлением того же ID. То есть, сначала я не сдавал на driver license, потому что у меня не было машины. Машина была у моего ромейта, но я решил то, что пока мне, как бы, нужно получить ID, потому что у меня на руках нет никаких документов, мне не выдавали ID, потому что говорили у тебя в паспорте вот виза до февраля. То есть, я приехал к самому окончанию визы, вот Green Card, который, то есть, где в течение полугода надо заехать. Я долго объяснял сотруднику то, что вот там приписка, то, что она еще действительно один год, он не понимал. Я позвал супервайзера, который уже как-то разобрался и выдал мне ID, который там пришло еще через неделю, то есть, не сразу выдали. А каких-то трудностей, к примеру, я не знаю, то есть, не было. Открыл спокойно банковский аккаунт, вот нашел, получается, комнату, все это достаточно быстро сделал. И работу нашел через интернет просто, то есть, откликался, откликался какую-то первую такую работу. Вот люди, которые работают там на парковке, нормальные ребята или такие, ну, не поймешь, проблемные какие-нибудь там, странные? Зависит от компании, то есть, если официально трудоустроен, то там будут нормальные ребята. То есть, я работаю с местными, именно кто из Чикаго, работают люди абсолютно разного возраста, начиная от моего, 23-24, заканчиваю 45, даже 50 лет есть там. Был из Болгарии, там еще один 65-летний, по-моему. Вот, то есть, даже такие работают. Если другую компанию рассматривать, где уже там работаешь за кэш, то там будут попадаться, да, какие-то ребята, которые, например, сидели в тюрьме, либо нелегалы, у которых нет документов. То есть, вот как-то так вот. То есть, удобно иметь грин-карту все-таки, правда? Да, да. Другая жизнь. Я слышал много раз, что в Чикаго очень много нелегалов. Да, я знаю. Нам тут в Калифорнии грех, так сказать, на Чикаго пальцем показать, но вот чем занимаются нелегалы в Чикаго? Работают в основном в пиццериях, то есть, потом вот на валет-паркинге, если есть вот несколько других компаний, которые, в принципе, принимают. Достаточно, на самом деле, здесь номера social security. Много остаются людей после work and travel, и у них social security есть, но его показывать не обязательно на таких работах. Там нет никакого background check, нет ничего. Просто просят назвать номер. Либо по телефону уже, когда уже трудоустраиваешься, либо в application, то есть, это заполнить все. И официантами работают. В клубах, например, там розы продают, если девушки это. То есть, вот такие вот работы. В пространстве я слышал то, что работает, но я не сталкивался, я даже не хотел в ту сферу идти первое время. Я вот работал сначала в пиццерии, потом вот на валет-паркинге. После Казани. Как вам климатически в Чикаго? Ой, я ожидал то, что это будет абсолютно так же, но я ошибался, очень сильно ошибался. Тут достаточно суровый климат, особенно зимой, когда на градуснике показывают, к примеру, минус 10, но чувствуется на минус 25. Это не очень приятно. Из-за ветра? Из-за ветра и большой влажности, да, потому что Чикаго находится на берегу Мичиган. Мичиган – это очень большое озеро, у которого даже не видно краев. Получается, выходишь на пляж, там, как океан. Но озеро замерзает зимой? Оно замерзает в некоторых местах, там, в каких-то заливах, но так вот сильно нет. То есть, несмотря на эту полагрыгу смертельную и ветра холодные, там, с Канадой, оно зимой не замерзшее? Не замерзшее, да. Там, может быть, первые 10 метров замерзают вот около берега, остальные... Поэтому влажность, но оно должно уже и смягчать тоже, да, потому что все-таки оно потеплее, все-таки большая масса такой теплого чего-то такого, в случае выше нуля. Ну, еще минус такой большой, то, что погода меняется постоянно, и, можно сказать, даже каждый час. Можно выйти с утра в футболки, посмотреть прогноз погоды, то, что будет, к примеру, плюс 30 градусов, с утра плюс 20, там, 2. Выходишь в футболки, и через час погода меняется, начинается ливень, и погода становится плюс 15. И надо понимать то, что брать с собой либо толстовку, либо куртку какую-то такую. То есть, вот это вот минус тоже. Толстовка. Хорошо. Знаете, был такой анекдот, как мужик приходит в бар и говорит, ну, вот еще так, в СССР, и говорит, мне, говорит, коктейль по-толстовски. Тот говорит, это как, спрашивает бармен. Он говорит, ну, вот давай, говорит, 100 грамм водки наливай в кружку. Берет кружку, пол-литра, говорит, наливай 100 грамм водки. Он говорит, да. Он говорит, теперь еще 100 грамм водки. Он говорит, еще 100 грамм. Говорит, еще 50. Он говорит, это будет коктейль по-толстовски. Так что, значит, вас... А вы по-толстовски одеваетесь. Там принял и пошел. Пьяных много на улице? Есть вообще пьяные какие-то, накуренные? Вот с этим как? Здесь, на самом деле, есть, да. Это зависит от района. То есть, где-то на вестсайде, у меня на сауссайде, если пройти туда поглубже. То есть, я живу на 28-й улице. Если пройти на 30, дальше за 35-ю улицу, да, встречаются. То есть, постоянно гуляют, ничего не делают. Там около домов сидят, если это какой-то там район не особо благополучный. Даже рядом с Голд Костом у меня живет друг, с которым мы познакомились через вашу школу. Он живет в Голд Косте. Это, можно сказать, прямо даунтаун Чикаго. И можно перейти через улицу. Там, я не знаю, с какими полосами, наверное, Лассейл называется. И там уже встречается совершенно разный контингент. Кто там вот под каким-то наркотиками, либо пьяный ходит. То есть, как сказать, Чикаго, город контрастов. Можно, да, сказать так. Но, чтобы какие-то неприятности были, либо какой-то негатив, ни разу не встречался с этим. Хотя... Такой вопрос. Вот ваша тысяча подписчиков. Все-таки это уже солидно. Вот эти люди, они чем интересуются? Вот вы говорите, у меня блог про Чикаго. Из того, что в Чикаго. Вот, допустим, если посмотреть на 100 вопросов, которые вам задали там в последнее время. Из 100 последних вопросов. Есть какая-то группа вот большая о чем-то? Или там, может быть, пару-тройку групп. О чем спрашивают? Спрашивают в основном, по какой я визе нахожусь. Спрашивают, насколько сложно найти нелегальную именно работу. Спрашивают про вашу школу. Спрашивают, наверное, про стоимость рента. И как вообще сложно было приехать, насколько сложно. А вот наша школа. Давайте я вас спрашиваю. Знаете, что у меня на канале, на самом деле, часто говорят, а вот покажите кого-то, кто в онлайне у вас. И вы фактически первый вроде получаетесь. Хотя у нас там есть очень колоритные. В вашей же группе есть на редкость колоритные ребята, которые уже работают. Но как-то вот я... У меня не было мысли специально кого-то вытаскивать. Но раз уже вы тут... Восприятие школы на видео, вот как вы смотрите там... Смотрели раньше, да, поскольку вы давно нас смотрите. И то, как... Ну, пусть в онлайновом исполнении, но все-таки это как-то расходится или примерно подтверждается, или вот что-то такое, ты начинаешь понимать, чего раньше не понимал. Расходится. Я думал то, что раньше... Я думал раньше, что это будет какой-то именно... Как будто живой класс, то есть как будто все сидят за партами, всех видно, там, видеокартинка какая-то. Почему ты представлял себе так? Но потом понял, что это бы отвлекало. Мало того, ресурсов жрет много компьютерных. Поэтому мы как бы поняли, что мы так не будем делать, потому что... Я пытался. Я думал, ну хотя бы я пусть вижу. Но дальше оно начинает так замедляться, что никаких сил нет. Ну, хорошо, но эта часть как бы чисто внешняя. А так вот, по содержанию, по атмосфере, что ли, я не знаю. Мне кажется, что у вас там дружный как-то коллектив. Хоть вы все и далеко друг от друга, но как-то вот... Много такого общения идет, нет? Да, общаемся. То есть мы уже, конечно, отдельно. То есть не в самой группе как-то переписываемся. Познакомились так в скайпе, начали спрашивать, кто чем занимается. Друг другу помогали с ютестом там зарегистрироваться, первые баги как-то вот зарепортить. Мне помогли работу найти на валет-паркинге. Как раз вот я там через Николая нашел, он мне подсказал. То есть говорит, вот давай к нам, у нас там получше можно денег заработать. Ну, смотрите, как прикольно. Хорошо. А вот с той точки зрения, что человек находится в онлайн-классе. И я всегда, знаете, с внутренним таким напряжением думаю, как же они там, вот никто за ними не присмотрит, никто не скажет, там, сиди, занимайся, никто не, ну, с палкой рядом не стоит. Понимаете, получается, это должен быть человек, который самостоятельный, такой активный, и вот никто на него не давит, он все равно сидит и занимается. Вот с этим как? Это все зависит от мотивации, на самом деле. Если хочешь получить работу, то в первые месяцы, то можно начать заниматься, усиленно учить, там, как-то уделить время только учебе и получить в эти первые месяцы. Если, мешает, конечно, то, что если есть какой-то доход уже, хоть и небольшой, куда-то ходишь на работу, и ты вроде немножко расслаблен, что да-да-да, сейчас найду, деньги ведь все равно есть, можно как-то успокоиться. А вот те, кто, например, сидит без работы, они усиленно ищут, мне кажется, у них больше как-то мотивация. Интересно, да. Я хочу сказать, там вот у них девушка в группе есть, ну, как девушка, женщина, ей лет 35-36, и у нее трое детей. И, да, вот Мриетта. И она жила в Кливленде, собственно, и живет в Кливленде. Но у нее муж там за маленькую денежку работал, и ее взяли на 40 долларов в час в Коламбус. Тоже это все в штате Ахая. Но это два часа езды. И вот она там, да, как она переживала, и там все такое было. В вашей же группе был очень интересный случай. Там парень, его взяли на работу, в, по-моему, во Флориду он куда-то переехал, в какой-то другой штат. И он поехал туда. И когда он приехал, ему сказали, извиняйте, что-то вот у нас тут не получилось. А он уже переехал, понимаешь? И вот он как раз пару дней назад мне написал, что он другую работу нашел уже, но он, наверное, несколько недель там был как-то между небом и землей. Это ужасно неприятно все. Вот, но молодцом. То есть, как бы, если один оффер получил, то дальше проще. Так что... Но у вас есть ощущение, что это вот оно реально, и вот это вот достижимо, или ощущение какое-то непонятно, вот, неизвестно, сколько времени займет, и вот... Какое восприятие? Ну, есть такое, да. Это, конечно, показывает общение, например, с тобой рекрутеры, либо представители компании. Если представитель компании, который хочет интервьюировать тебя, постоянно пишет, звонит, даже вот, там, к примеру, у меня отменилось интервью, он мне написал несколько раз, говорит, извини, когда ты сможешь. Мы постоянно с ним переписывались, ответы абсолютно быстрые были. То есть, видно то, что человек заинтересован. Был у меня один случай, когда мне уже... Я, то есть, прошел интервью, мне сказали, вот у нас есть за небольшие деньги, к примеру, работа, без бенефитов, согласен ли ты, вот чуть ли джоб-оффер не предлагали, говорит, вот последнее, вот сейчас будет интервью. Нам, то есть, даже там, насколько я понял, они не хотели фейс-то-фейс интервью проводить, то есть, видимо, только по скайпу, либо по... Бывает, бывает, да. И сказали, вот в такое-то время тебе позвонит тот и человек, и вы уже договоритесь, это, видимо, какой-то менеджер, и вот мы уже готовы тебя взять, если ты согласен на, там, 55 тысяч в год. Да не, неплохо. Слушайте, это совсем не на маленькую денежку. Так, ну, совсем неплохо. Да, я согласен, просто меня смущало то, что это была какая-то малоизвестная компания, без бенефитов, без всего, то есть... Это бывает. И компании, в которые вас сейчас будут брать поначалу, скорее всего, будут малоизвестными. То есть, у вас первая работа в IBM, или, там, в Microsoft, или, там, я не знаю, в Google, это, в общем-то, не так часто бывает. То есть, когда ты уже немножко поработал, у тебя ценности больше, ты становишься более переборчивым. Кроме того, когда у тебя уже есть работа, ты можешь думать, ну, а что я, это у меня и такая, у меня и так есть. И ты начинаешь дальше искать лучше. Вот. А так, когда уже никакой нет, ты уже берешь то, что пришло. И 55 тысяч совсем неплохо. А что вам бенефиты? Ну, купите себе бенефиты. Это ж три копейки стоит. В вашем возрасте медицинская страховка стоит три копейки. Там даже говорить не о чем. Не о чем. Да. Ну, хорошо. Так и чем кончилось? Пропали куда-то? Ну, и уже, я уже ожидал от них офферов. То есть, судя по телефонным разговорам, мне говорили то, что вот-вот сейчас мы вам предложение сделаем. Я уже немножко успокоился, был готов получить от них оффер, но потом мне никто не звонил. Позвонил менеджер, перенес опять фонинтервью на следующий день. Говорит, вот с трех часов до пяти часов я тебе позвоню, и все, и пропал куда-то. Я вам скажу так, если на эту тему мы заговорили. Это многих новичков вышибает немножко из седла. Потому что они приходят с какими-то своими ожиданиями и не ожидают, что джоб-маркет такое жесткое место. Я вот когда рассказываю, я не знаю, может быть, я в вашей группе говорил, там я уж не говорил, но я говорю, что джоб-маркет это ugly place. Это ugly. Это для вас ugly, это для рекрутера ugly, потому что он уже договорился, а парень не пошел, там еще что-то. Такое место специфическое. Поэтому философия человека, который ищет работу, такая. Я смотрю только вперед, вот я так смотрю только вперед. Вот я не вижу сбоку, я не вижу там сзади, сверху, ничего не знаю. Вот я иду вперед. Вот если я неделю назад с ним поговорил, и он сегодня передо мной, бух вот тут возник, вот тут. Я сегодня с ним имею дело в рамках того, что он у меня вот тут возник. В тот момент, когда я с ним поговорил, и он ушел, я забыл о нем, и я двигаюсь вперед. У меня только то, что вот тут. Только то, что здесь. Я рассылаюсь, я отвечаю, я перезваниваю, отписываюсь в e-mail. Как только я себе говорю, ну вот я же там говорил. У меня есть случай смешной, я вам расскажу. Пришла женщина, ну, давно была. Она только-только приехала, и по-английски совсем так плохо у нее было. И так она вся была, знаете, в таких, в непонимании жизни. А так уже тоже лет 40 она была. И она приходит на урок. В это время у нее было интервью, где-то она приходит, говорит, Михаил, говорит, все, поздравьте меня, вот сейчас берут на работу. Я говорю, ну, вам офер дали? Говорит, нет. Еще, но это не, это понятно, это даже без вопросов. Сейчас мне дадут офер, я говорю, откуда такая уверенность? Она говорит, вы не представляете, вот я туда пришла в компанию, я там поговорила, и там вот весь киэй департмент, там человек 10, вот меня вот, все 10 человек, они меня вот провожали, пришли на паркинг-лод, и вот я там выруливал, они меня все рукой махали. Я думаю, блин, это, наверное, они хотели убедиться, что там, ну, как-то без страховки обойдется, без полиции, там, просто она уже безопасно покинет территорию, и все, потому что обычно дальше двери входной никто не провожает. А чтобы еще на паркинг-лод и вот коллектива, это, конечно, сильное впечатление произвело. Но, она была абсолютно уверена, что ее сейчас возьмут. Понимаете, поэтому вперед. Это вы привыкнете, вас просто колотит немножко по голове вот этим всем, но просто пока вы привыкнете. Потому что, когда вы поймете, что ни один разговор абсолютно ничем не должен заканчиваться, а если закончился, хорошо, а нет, это не, она вперед. Это как бы, понимаете, есть навык тестирования, есть люди, которые умеют тестировать, есть люди, которые умеют проходить интервью, находить работу, понимаете, есть люди, которые могут и то, и другое, есть люди, которые не могут ни того, ни другого. Но это абсолютно разные навыки. Навык, скажем, чек, который хорошо находит работу, это не обязательно чек, который ее хорошо делают. И наоборот. Понимаете, поэтому надо отдельно учиться тестировать и отдельно надо учиться находить работу. Так что вы сейчас фактически на двух курсах находитесь. Один курс это там по тестированию, а второй курс значит по поиску работы. Я вам скажу, вы далеко не в самом плохом месте находитесь, то есть я бы даже сказал, что в одном из лучших, если не в самом лучшем. С точки зрения спроса и предложения, я считаю, что Чикаго это как бы самое-самое такое классное место. по прошлым нашим делам. Я понимаю, что меняется динамически это все крутится, вертится, но пока что я бы сказал, что лучше, чем Чикаго, так и не надо. Вот так что. Ну хорошо. Значит, если вот вы сейчас имеете возможность обратиться к людям, которые вот нас смотрят и это могут посмотреть, скажем, там 5000 человек может быть за пару недель. Вот что такое вы им хотите показать на вашем канале, чтобы их заинтересовать. Вот у вас есть такой элевейтер спич. Значит, вот что такое, вот что, чем вы хотите удивить, порадовать, там, я не знаю, ну, осведомить в чем-то. хотел бы рассказать про мои видео, про именно поиск жилья, то есть о том, как снять квартиру, то есть я там рассказывал, какую квартиру я снял, где, как я это нашел, то есть потом у меня есть интервью с Николаем, который рассказывает про валет-паркинг, я считаю, что для первой работы это именно для такой несерьезной какой-то первой работы это вполне хорошее место, если ты молод, у тебя есть права, можно на первое время пойти туда, то есть работать, это, мне кажется, ничуть не зазорно, потому что очень сложно, если человек взрослый переходить с какой-то управляющей должности на ступень ниже, вот, а тут... Легко, легко переходится. Ты же понимаешь, что это ненадолго, что надо как-то временно выживать, совершенно прекрасно переходится, я вот был вышибалый в магазине кожаных курток, у меня первая работа была, я каждый день балдел от счастья. Так прикольно, слушай, потрясающе, да совершенно работа не может человека унизить, то есть я думаю, что и для тех, кто постарше, тоже неплохо. А если бы вы хотели не три дня в неделю работать, а скажем пять, есть такая возможность или ограничена? Не дают перерабатывать, потому что если перерабатываешь, нужно платить за переработку, там получается пятьдесят процентов или сто процентов переплачивать. Подождите, подождите, то есть за три дня в неделю вы вырабатываете сорок часов в неделю, я так понял? Тридцать шесть часов я работаю, я по двенадцать часов в день работаю. То есть это не то, что вы три дня работаете, а вы работаете все-таки практически полную рабочую неделю. Ну да, ну это удобно, что у вас два дня свободных, правда, что можно и на интервью ходить, и заниматься, можно и удачно. Ну хорошо, есть у вас что-нибудь такое, знаете, как вот англичане ружья кирпичом не чистят? Какой-то месседж, который вы можете, так сказать, вот послать людям, которые нас смотрят, о том, ну может быть, я не знаю, кто-то скажет, ребята, там все не так страшно, как может показаться, или, я не знаю, ну или вы можете сказать, ребят, кто будет в Чикаго, приезжайте, я вам помогу первое время, там отведу на работу, на первую, там, не знаю, в аэропорту подберу. Да, есть такой месседж, то есть сначала, когда я готовился переехать в США, я вот, грубо говоря, ожидал вот такой вот, наверное, ступени, то, что будет настолько все сложно, но когда я приехал, я понял, что сложно вот для меня оказалось настолько, то есть я ожидал намного худшие, худшие ситуации, но оказалось намного лучшее ситуации, и да, если у вас будут какие-то вопросы по Чикаго, то есть как найти квартиру, какую-то первую работу, если вы будете переезжать в Чикаго, пишите мне, я вам помогу, какие-то информации, если к тому времени я куплю машину, то есть я, возможно, смогу вас встретить, то есть как-то помочь с поиском квартиры, пишите, это для меня несложно будет, вот, так как я сам через это все прошел, мне помогли люди тоже, когда я приехал, то есть первые 2-3 дня где-то я жил у них, то есть я познакомился через ваш форум как раз с ребятами из Казани, которые приехали... Вы ведь, ну, говорим про US форум, да? Да, да, да. Но это не мой форум, я там просто один из там большого количества модераторов. Ну, да, то есть говорим про... Да, очень важно в социальных сетях знакомых заводить, конечно. А, кстати, вот на Одноклассниках, в Фейсбуке. Есть группы русскоязычные большие вот по Чикаго? Они есть, но я почему-то там вот стараюсь как-то не быть, потому что там все как-то ограничено тем, что как найти нелегальную работу, как найти какое-то там самое-самое дешевое жилье где-нибудь в пригороде, как стать дальнобойщиком, то есть как-то... Это не мои интересы, что ли, как-то. Я стараюсь общаться больше с либо местными, либо со студентами, ну, и общаюсь, конечно, с русскоговорящими, но с теми, кто заинтересован, с кем мы объединены какой-то общей идеей, вот, например, получить там работу, да, в сфере QA. На форуме «Говорим про ЕС», там ведь целая секция есть по Чикаго, да, там раздел прямо есть, «Чикагские дела». Информативно, полезно, то есть вы советуете всем, кто интересуется Чикаго, пойти вот там прочесть, что люди пишут? Я советовал многим почитать о том, как получить документы, то есть как анкету отправлять, если выиграл в лотерее грин-карт, по студенческой части, то есть у меня вот друзья планируют приехать, учиться здесь в английской школе, то есть я тоже отправлял их на этот форум. Именно про тему Чикаго надо искать, надо читать. А есть какой-то вроде форум русскоязычный, прям типа там «Russian Chicago» что-нибудь такое, нет? Там не информативно все, то есть я даже туда не захотел. Ну, захотел, вернее, но не захожу. Я понял, то есть не настолько информативно, как хотелось бы. Какие-то блогеры есть еще вот в Чикаго, которых вы смотрите, или которые вы видите, да, вот этот хорошо рассказывает. Есть какие-то блогеры чикагские, локальные? Вот я знаю то, что есть блогеры, у которых есть сайт gochicago.ru, по-моему, называется «Русская Чикаго», это блог. Они рассказывают именно про сам город, про какие-то достопримечательности, то есть у них я не встречал какого-то сюжета именно про то, как получить работу, как там. То есть туристический такой сайт, как бы больше. Он как-то, да, больше показывает именно Чикаго, нежели там, больше картинка там присутствует. Но вы не жалеете, что вы в Чикаго? То есть у вас нет такой мысли, вот там поработаю годик, поеду там во Флориду, или поеду там в Нинчерси, или поеду там в Лос-Анджелес? Вот таких мыслей географических у вас нету? Я не жалею, но я планирую переехать где-то через год-два, наверное, либо в Сиэтл, либо в штат Вашингтон, либо в Калифорнию, наверное, то есть куда-то, где по более, где более благоприятный климат по сравнению, то есть с Чикаго, так как тут очень сметанно. Теперь вот ребята молодые может интересуются, там девчонки-то там есть хорошее вот как-то общение какое-то есть? Вот можно пойти куда-то познакомиться? Ну, тут есть, да, какие-то там, например, митап проводят для тех людей, которые только приехали, например, в Чикаго, хотят познакомиться с людьми, то есть там не только там девушки, там парни и девушки, там абсолютно разный возраст, начиная там от 18, заканчивая 60, наверное, 70 годами, то есть просто люди все, знакомятся. И много, достаточно большое количество тут мероприятий проходит, бары, различные клубы, выставки, какие-то мероприятия, там, например, open house есть, где туда заводят такие здания, которые обычно недоступны обычным посетителям. Интересно. Так вы снимаете там или вы снимаете? Или нельзя снимать? Я не ходил на open house, то есть мне рассказывали, но вот я хочу сходить, к примеру, там был open house в одном доме, где очень дорогие квартиры, вот он находится на самом, получается, востоке Чикаго, единственный дом, там черный, такой большой небоскреб, там проводили open house, то есть, чтобы люди посмотрели, как там внутри, какой вид оттуда, и я вот туда не попал, но вот хочу попасть, если будет такая возможность, я схожу обязательно. Ну что же, ладно, давайте тогда я вам пожелаю успехов и как бы выражу уверенность, что она на подходе все это дело. В нашем деле главное искать. Тот, который думает, что к нему там ангелы прилетят и что-то принесут, так они разочаруются быстро, потому что ангелы там не летают, а вот пошел человек там с рюкзачком, взял и сделал, надо просто идти. Ну хорошо, по части работы понятно, по части ваших блогерских дерзаний. Давайте, я считаю, что сегодня у блогеров можно гораздо больше, то есть не то, что гораздо, а просто несоизмеримо больше информации получить о жизни там в Америке, в Чикаго, там не знаю, в любом другом штате, чем, например, в официальных средствах массовой информации, где все, как бы, как бы не было задачи никому ничего рассказать реального, была совершенно другая задача. Поэтому так вот. Напоследок, вы не ощущаете какой-то пропаганды антироссийской, там я не знаю, чего-нибудь такого, вот что американская пропаганда обижает или там неправду говорит? Абсолютно такого нет. И люди, когда узнают то, что я из России, они очень удивляются, говорят, это очень далеко, расскажи нам про то, какие люди. Все говорят то, что там, например, люди из России высокие, там, то, что они умные все, они говорят то, что все, кто русскоговорящий, они очень хорошо и любят, хорошо работают и любят работать и все говорят, вот ты из России, ты, наверное, прям, ну, специалист в своем деле. То есть, мне вот такое вот только говорят, а какой-то пропаганды, чем какого-то негатива абсолютно не было. Ну, я считаю, что тоже важно было спросить и важно было ребятам услышать, потому что, ну, как бы их убеждают постоянно в другом, поэтому так. Слушайте, а вот какое-то отношение, может быть, знаете, тут, где-то в церкви какой-то человек кого-то там застрелил, кого-то на крылечке там убили, вот где-то в школах стреляют, вот в той жизни, которую вы видели своими глазами, вот у этого есть какое-то место или это все больше вот где-то в газете? Я единственный раз столько слышал, я обычно телевизор не смотрю, я в интернете новости читаю, единственное тут было событие, автобус сбил женщину и там прям так сильно все обсуждалось и на ютюбе вылезали вот эти вот видео, как-то новости на Яху были про это, а вот про какую-то стрельбу в школе, про какую-то пропаганду или что-то иное я не слышал, то есть ни разу. То есть люди просто как бы изолированы, то есть если специально не искать, то вроде как этого не занимает большого места в жизни, я хотел сказать. Ну да, если сравнить, например, с Россией, тут очень много каналов различных, то есть много у кого есть кабельное телевидение на выбор тысячи каналов и ты сам выбираешь, то что тебе смотреть. И как-то нет такого, то что на каждом канале говорят, вот там Россия плохая, мы хорошие. Есть такие, конечно, каналы, я думаю, может быть, это Fox или еще какие-то, которые говорят про Россию как-то, может, в каком-то плохом смысле. но мне кажется, люди, кто сам так думает, к примеру, они смотрят эти каналы. Я смотрю Fox, я там ничего такого не вижу. Мне нравится Fox, нет, ничего такого. Ну я как бы, да, я обычно телевизор не смотрю, я просто вот когда сидел у друзей, переключал каналы, смотрел, может быть, там просто обсуждалось как-то там Россия или ситуация с Украиной. Ну что же, ладно, давайте тогда еще раз, я вам всяческих успехов желаю, побольше подписчиков, соответственно, побольше хороших вопросов, чтобы вам задавали, чтобы хотелось что-нибудь такое рассказать, там, с драйвом. И вы мне сбросите тогда в Skype сейчас ссылку на ваш канал, чтобы я не искал. И я туда помещу в описании к видео. И тогда уже вы заходите, почитывайте, что люди пишут, потому что я хотел, чтобы вы отмечали на комментариях, потому что там бывает вопросов много, я, наверное, не в состоянии, я не знаю. Ладно? То есть у вас такая волонтерская обязанность следить за тем видео, которое мы сделаем, и оно будет готово, может быть, к вечеру сегодня. Потому что мне надо сейчас будет уехать куда-то, потом там всякие дела, и к вечеру я сделаю. Хорошо? Все тогда, счастливо. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания.